здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня мы разберем отношения шакиры и пике и ее предыдущего мужчины опираясь на нумерологию и формулу души меня заинтересовала эта пара вот шакира и пике как известно они сейчас расстались у шакиры сейчас появились какие-то проблемы ну и вообще в принципе ну было интересно посмотреть вот на эту пару они действительно вот такое ощущение что нашли друг друга ведь до этого у шакиры были отношения с другим молодым человеком но дело не дошло до того чтобы она стала рожать от него детей как только она встретилась вот в пике у них сразу родилось двое детей два сына да как известно вообще пара выглядит очень гармонично несмотря на то что у них огромная разница в возрасте целых 10 лет но люди вот эти два человека родились в один день 2 февраля это тоже очень интересный показатель когда ну очень интересно когда встречаются люди с одной датой рождения да это просто выглядит довольно необычно да потому что ну мы понимаем что это один из 365 вариантов может быть что ты встретишь человека с со своей даты рождения да ну в общем интересная пара я решила разобраться что же такое что пошло не так вообще почему они расстались вообще почему они сошлись сошлись это понятно да когда ты встречаешь человека с одной даты рождения это изначально как бы привлекательный фактор но давайте посмотрим чем же именно они привлекали друг друга и почему у них не получилось здесь представлены вот эти вот окошечки в каждом окошечке по 5 показателей и значит каждый показатель что-то обозначает нам самое интересное так как мы рассматриваем совместимость людей это душевное побуждение а должно смотреть на показатели партнера то есть оно должно совпадать с одной из пяти цифр у партнера вот как вы видите здесь у нас шакира со своим полным именем здесь у нас пике со своим полным именем ниже пике укороченный вариант имени и здесь тоже укороченный вариант шакиры а значит что мы здесь видим но давайте немножко разберемся что же они за люди такие да чем же они так привлекательны и вообще в принципе немножечко в их подноготной разберемся да у шакиры жизненный путь единичка что такое жизненный путь это та дорога на которую вас поставила судьба в момент вашего рождения она получается путем сложения вот этих цифр из которых состоит дата рождения и она не поменяется никогда но женщина может менять фамилию выходя замуж там не знаю менять просто фамилию исходя из своих каких-то взглядов да просто идешь меняешь паспорт и у тебя новая фамилия то можно в соцсетях это поменять кстати тоже вариант то как поменять вот если вы чувствуете например что у вас в жизни что-то не складывается да и вы чувствуете что вот как будто ваше имя тормозит это бывает такая чуйка бывает просто вот в жизни ты не понимаешь откуда идет вот эта ситуация что у тебя не складывается имеет смысл разобраться в нумерологии потому что часто тормозит именно имя и ну вот эти два показателя жизненный путь и день рождения они не меняются но вот эти три цифры значит экспрессия душевное побуждение личность их можно поменять их можно вот и дать себе можно сказать дополнительный толчок но можно сказать модернизировать транспорт на котором ты едешь ну например у шакира видите вот здесь вот кармическая цифра по ее так называемой базовой комплектации полному имени но когда мы сокращаем это имя просто шакира миробак здесь у нас пропадают вот эти вот кармические цифры то есть упрощается как бы движение этой машины до грубо говоря но в то же время пропадает и мастер число тоже надо взвешивать плюсы и минусы но об этом в принципе вы можете узнать более подробно и разобраться в этом на курсе нумерология там за 990 рублей под видео посмотрите там есть ссылочки на все мои мини обучалочки вот там полный курс и он буквально два занятия и вы будете в этом разбираться так же как и я так вот значит смотрите жизненный путь у шакира единичка что такое единичка это ну вообще это человек очень самостоятельность самодостаточный четко знает чего ему на в данном случае ей надо вообще когда это у женщины попадается там вообще в принципе вот единичку я всегда отношу к такой мужской энергетики да вот когда мужчина с единичкой он может быть просто ну довольно простой да ну вот с ним как за каменной стеной вот вот это тот мужчина на которого можно положиться если эта женщина то это знаете вот женщина амазонка вот как раз шакира она своим образом и показывает вот эту единичку вот лучший образ единички это шакира на сцене вот которая еще образ единички это женщины у некрасова некрасов которых описал до коня наскоку остановит у горящую избу войдет вот это вот единичка самостоятельная самодостаточная амазонка которая четко знает чего она хочет и четко к этой цели идет ну то есть и в общем то шакира она как раз вот и есть вот эта единичка прям но олицетворение это ее сценический образ но не все так просто вот с одной стороны вот вот это до цифра идет с другой стороны дополнительный жизненный путь это день рождения день рождения это знаете вот для образности вот представьте что жизненный путь это дорога по которой мы идем вот это наш генеральный путь до а день рождения это дополнительная тропинка куда мы можем свернуть чтобы просто подышать свежим воздухом знаете любая ну вот чтобы отдохнуть нам не надо обязательно спать ложится например если мы отдых это перемена деятельности и в общем то в данном случае вот она перемена деятельности но дополнительная такая тропинка вот надоело идти по этому пути быть амазонкой пожалуйста двоечка это уже другая энергетика это контактность это такое знаете вот лунная энергия материнская энергия когда ты счастлив от того что близкие люди рядом счастливы ну то есть это такая самоотдача в жизни и здесь мы видим что с одной стороны такая независимая бизнес-леди да вот прям с другой стороны очень мягкая белая пушистая да и вот в этом они схожи жерард и и вот этот вот пике да значит он тоже у него тоже 2 февраля день рождения он тоже двоечка в этом плане то есть вот в этом они похожи вот в этом их энергетика сходится и они можно сказать как брат и сестра друг друга понимают с полуслова вот в этой знаете как в паре нужно чтобы мы были чем-то похоже чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться чтобы любить друг друга вот в плане похожести у них уже есть вот это вот точки соприкосновения то есть они увидели и у почувствовали одинаковую вибрацию а дальше экспрессия это набор инструментов которыми человек открыл открывает двери возможности до возможности человека то чем он обладает и в данном случае вот здесь вот у нас ложечка дегтя спрятано что называется с одной стороны необыкновенная тяга к свободе с другой стороны получается что это цифра кармическая 14 все пятерка это человек который тянется к новой информации причем знаете он не будет копаться очень глубоко он и чтец и жнец и на дуде и грец он будет выхватывать самую интересную информацию он легко поддержит разговор на любую тему это человек который любит путешествовать для того чтобы получать эту информацию ну то есть пятерочка это вот такой прям свободный такой легкий человек но когда это 14 он вроде бы свободный легкий тянется ко всему но вот всегда ему судьба дает по рукам вот только он потянулся за какой-то информации бах и получил бах и получил но то есть вот любит путешествовать а вот какие-то проблемы там с документами с какими-то там еще там а у нее кстати с налогами да вот эта история но вот это вот как раз из этой серии понимаете она любит быть свободной но свободе ее что-то всегда мешает понимаете и вот это может просто базово как то знаете вот идти так что просто вот у тебя есть код ты не можешь никуда выехать да вот кота не с кем оставить или там ты переживаешь за цветы не можешь там дольше какого-то времени отсутствовать может быть и намного серьезнее если там ну вот смотря какая степень вот это вот ограничение свободы получается вот эта цифра 14 поэтому здесь конечно же ложечка дегтя запрятана а дальше душевное побуждение 3 причем знаете но душевное побуждение это то к чему человек стремится это то вот его путеводная звезда и часто бывает так что человек вроде бы не хочет каких-то событий но он сам себе их притягивает я чаще всего вот за счет того что вот душевное побуждение так как внутренний магнит да то что мы вот на что наш магнит заточен то мы и притягиваем события в своей жизни не знаю там друзей там не знаю вместо работы вот вот все это мы притягиваем душевным побуждением и в том числе партнера то есть ведь мы же не влюбляемся во всех сразу мужчин которых мы встречаем да ну и мужчины не встречи не влюбляются во всех женщин мы влюбляемся в тех кто вибрирует определенным образом у кого есть цифра которая у нас как правило в душевном побуждении в какой-нибудь из фамилий вот для этого надо прям вот по курсу или если хотите на консультации это можно разобрать вот если вы хотите понять вот в кого вы влюбляетесь часто бывает так что на душевное побуждение кармическая 16 это прям вот по отношениям бьет конкретно на но в общем в этом надо разобраться да если мы сами себе это притягиваем просто надо поменять свою фамилию и все изменится и все по-другому завибрирует понимаете мы будем реагировать на других людей да поэтому вот этот момент очень важен при подборе партнера очень важно чтобы здесь была не кармическая цифра но и не только партнеры то чем человек занимается как правило это тоже отражение душевное ну вот душевное побуждение как раз она и привлекает профессию профессия становится привлекательной вот именно такая и кстати вот забегая вперед у нее там узел смотрит на венеру а вот троечка это как раз вот прям четкая венера смотреть троечка это детское отношение к жизни это когда человек живет и просто наслаждается тем что он живет это как детская почему дети они лишены вот этого страха например они садятся на велосипед первый раз падают 2 10 падают но они на 11 сели и поехали до взрослого посади на велосипед один раз упадет и скажет да ну его нафиг зачем мне этот велосипед я совсем без него нормально живу да ну вот и здесь получается что но троечка это и великолепные актеры потому что вы видели как дети играют если она играет роль мамы то она становится мамой она просто использует слова которые слышат у мамы и мамы на пожалуйста не ругайтесь матом при детях потому что это все в играх вы вылазит очень хорошо да ну после дождя например ребенок выходит с мамой после дождя на мама смотрит видит что фу как мокро там грязь сейчас после этого всего надо мыть обувь до с деревьев что-то капает холодно мерзко до противно а ребенок выходит он видит вау дерево можно потрясти будет дождик а смотри там радуга а воздух какой свежий а там еще что то там на лужу в лужу можно прыгнуть и будут брызги это же так весело то есть одна и та же ситуация у ребенка вызывает совершенно другую реакцию и самое главное почему я сравниваю троечку с венерой потому что на вот троечка это вот идеально когда у женщины да вот женщина и троечка это просто знаете вот сказка потому что только тройка умеет включить в себе ребенка и это вызывает в окружающих реакцию что я хочу об этой женщине беспокоя я хочу о ней заботиться да вот мы видим ребенка у нас включаются вот эти инстинкты которые заставляют нас заботиться и тут представляете вот женщина которая умеет включать вот этого ребенка включает ну встречает мужчину да и включает этого своего ребенка и мужчина априори начинает о ней заботиться то чего многим женщинам приходится нарабатывать и у крови и потом что называется за это бороться до троечка делает это неосознанно легко и само собой разумеющийся а да и вот здесь вот получается но в данном случае у шакиры я предполагаю что это тяга к танцам песням вот это вот все детское проявление да вот этот артистизм как раз дает то есть ее профессия предопределена была вот сразу по нумерологии по формуле души мы сейчас подойдем к этому то есть вот эта троечка это как раз и есть ее профессия песни пляски танцы ну и вот такая детская внешность в общем-то несмотря на то что вы знаете что у нее айкию 140 по моему да вот она она очень умная она не просто там танцую танцу танцор шей певичка да какая-нибудь она очень даже грамотная женщина и четко знает чего хочет да и вот это вот ну а ее тяга вот к творчеству да к его к этому детскому проявлению вот она пожалуйста троечка и личность что вот из-за чего я бы не уходила от этого даже невзирая на то что у нас есть ложка дегтя да вот в этой бочке с медом а личность у нас мастер число личность это маска которую мы надеваем для того чтобы показывать себя миру то есть то как нас воспринимает социум и здесь у нас 11 это просто великолепно 11 это мастер число знаете вот все цифры от 1 до 9 так как ученики в школе там в первом классе они учат 1 во втором там таблицу умножения да и вот пошагово мы изучаем какие-то премудрости школьных этих навыков на 11 это тот кто уже закончил школу он приходит в любой класс и в любом классе он будет отличником получается что ну вот 11 это уже тот кто видит ну выше тот который видит мир по-другому лучше и ему в любом классе он будет отличником и как это проявляется это экстрасенсорное видение это бешеная интуиция когда ты видишь человека и сразу знаешь чего от него ожидать то есть ты сам даже не осознаешь в чем дело что там не так но ты сразу знаешь что с этим иметь дело нельзя с этим можно ну то есть если у вас мастер числа наверняка вы это чувствуете вот если кто-то я не знаю вы учитесь уже у меня на нумерологии или нет еще но вот у кого есть цифра мастер число это вот прям четко вы это чувствуете потому что 11 22 и 33 ну так как 22 и 33 у нас здесь не встречается вот 33 у арестовича я там рассказываю что такое эти мастер числа ну вот 11 это уже как бы сверх возможности да ну относительно обычного обывателя и вот это вот как раз ее воспринимают как сверх человека отчасти да ну отчасти она в общем-то им в какой-то степени является такую трудоспособность иметь но кстати насчет трудоспособности это благодаря ее имени посмотрите вот ее имя шакира сейчас вот она здесь цифра 4 получается очень хорошо подобранным можно сказать имя вот это вот трудоспособность этаж надо вообще она и танцует и поет и все это так органично смотрится попробуйте так но это прям ну западные звезды они все показывают вот эти чудеса просто я в восторге от их выступлений да но и здесь мы видим что вот эта четверка она как раз и дает вот эту трудоспособность при том что как бы вот все легко кажется ну вот это и пятерка и тройка да и как-то вот вроде как легко да но на самом деле все это через огромный труд я сейчас уберу вот эти лишние окна потому что ну их нафиг они мешают теперь давайте посмотрим на нашего мужчину да вот сразу видим что жизненный путь у него 11 вот это мастер число которое у нее личность до личности это маска да у нее у него же это жизненный путь это та дорога по которой он движется то есть он движется у него в руках волшебная палочка понимаете вот он сразу изначально у него и как бы он там не менял фамилию упрощал там еще что-то делал все равно у него вот это будет да вот эта особенность причем знаете вот эта особенность она еще и умеет подстраиваться под любую цифру от встречает он женщину а у нее душевное побуждение 3 до у него троек как бы нету но если у него жизненный путь мастер число любое мастер число 11 22 33 он сразу включает нужную вибрацию и становится таким какой он нужен вот это прям такая знаете это как иметь козырный туз всегда в рукаве и всегда им расплачиваться вот примерно так то есть у человека сразу куча возможностей адам ну и дальше смотрите душевное побуждение вот что нам больше всего в нем интересно да это душевное побуждение а у нее жизненный путь единичка да то есть единичка единичка то есть она для него действительно он ее встретил и понял что это его женщина и здесь тоже вот когда вот такие зацепки именно на жизненный путь да и вот ну вот либо на день рождения это серьезные зацепки это то что человек не поменяет он всегда будет таким вот то есть шакира она всегда будет единичкой потому что жизненный путь не поменяется как бы она там фамилию не какие вариации фамилии бы она не не выбирала все равно она будет единичка то есть вот с его стороны действительно он встретил женщину которая отвечает всем его ну по крайней мере этим его запросам но насчет всех его запросов мы посмотрим формуле души потому что это тоже очень интересный моменте да но значит что еще но экспрессия девятка то есть он в социуме очень хорошо себя показал да но как мы знаем он футболист это как раз вот соответствует девятки двоечку я уже обсудили лично личность восьмерка это умение зарабатывать ну в общем то человек с предпринимательской жилкой вот так вот я бы сказала но смотрите какая интересная история когда он упрощает свою фамилию а как мы знаем он пике да никто не называет его вот этой длинной фамилии ну кто-то может джерард пике скажет да но на самом деле его все называют пике ну вот джерард пике а здесь у нас выходит что у нас появляются две ложки дегтя из пяти понимаете вот у нас появляются проблемки с одной стороны эти проблемки да вот он упрощается но он еще раз влюбляется можно сказать в шакиру вообще на самом деле у них бой больше вот такое ощущение что больше он ее любил вот он прям просто фанат ее смотрите душевное побуждение пятерочка вот это кармическая 14 то что у нее как раз в экспрессии то есть то чем она живет то чем в чем она сильна да вот она просто идеальная женщина для него при любом сочетании он смотрит на нее и видит вот то что хочет видеть понимаете надо кстати это же как раз и в и формуле души как раз проигрывается сейчас ну ладно сейчас мы к этому подойдем получается вот и единичка это же марс пятерочка это у нас меркурий а у него как раз вот и есть вот эти вот две планеты по моему дачу далеко ходить вот пожалуйста на орбите венеры у него а нет у него этот меркурий и солнышко но солнышко как раз тоже единичка тоже соответствует солнышку больше конечно марсу ну ладно в общем хотя и солнышко тоже там близкая энергия а да значит получается что он ее в общем то как он ее любит он но она для него идеальная женщина по нумерологии да и в общем то все замечательно казалось бы и как насколько я знаю он ей делал предложение она отказывалась по каким-то причинам но давайте смотреть дальше получается вот что он себе упростил фамилию да и получил что мало того что вот это до тяга к свободе но не получение свободы и плюс еще экспрессия четверочка но кармическая 13 4 это трудолюбие а если это кармическая 13 то это трудоголизм причем до истерики это знаете человек который чувствует что если он сейчас остановится он просто завтра ему не на что будет есть ну вот такая вот внутренняя истерика личность восьмерка остается то есть этот человек всегда будет при деньгах я вам скажу как бы там не не крутила жизнь его но жизненный путь 11 это чуйка на то что ему нужно до личность восьмерка то есть он всегда будет довольно успешен в финансовых вопросах но несмотря на то что будет притягивать к себе не свободу и излишнее трудолюбие да но в общем то в этом плане даже вот эти вот недостатки казалось бы но часто вот особенно у мужчины я даже мне это нравится когда я встречаю мужчин вот эту кармическую 13 я понимаю что этот человек вряд ли будет лежать на диване это уж совсем крайний случай когда 13 ляжет на диван и тогда он будет еще и самоедством заниматься до 13 обычно трудоголики у трудоголиков всегда есть деньги вот такая вот история да ну теперь давайте посмотрим шакира если мы упрощаем ее фамилию вот просто и ее фамилию вот не двойное имя и не двойная фамилия одинарная здесь у нас целых три единички вот прям единичка единичка она вот прям амазонка амазонка и в общем то мы все еще так и знаем понимаете она усилила как раз вот эту единичку себе и это можно сказать стало ее сценическим амплуа душевное побуждение девятка а вот когда она попроще да она вот видит своего вот этого пике и она в него влюбляется тоже получается вот это вот связь да вот она на него цепляется вот на это а плюс вот по этой вибрации она цепляется на жизненный путь жизненный путь он подыгрывает ей троечку до включает и она видит в нем то что надо то есть вот здесь вот реально была любовь может быть она и есть я не знаю но любовь тут действительно эта история про любовь эта история про реальные отношения да но мне интересно было почему она так вот сопротивлялась тому чтобы войти с ним в официальные отношения сейчас уберу ее вот эти характеристики здесь мы будем ее уже подставлять как шакира пике а вот ее вариант написания с полной с полным ее именем с полным с полной его фамилией и что мы здесь видим у нее душевное побуждение опять троечка но здесь есть за что зацепиться но смотрите в чем проблема получается что когда она берет его фамилию у нее появляется в личности вот это та же самая история которая у нее есть да вот получается в предыдущем варианте когда она там упростила просто свою фамилию не уходят все кармические и есть личность 11 то есть мастер число вот вот при ложке дегтя вот а нет вот там были просто без кармических без этих без мастер чисел если вот ее базовая комплектация да я я так называю просто чтобы понимать да здесь получается и ложка дегтя и волшебная палочка есть а вот здесь получается что ложка дегтя есть а волшебной палочки нет да она с этой с этим вариантом да она как-то вот больше нацелена на зарабатывание денег да может быть но как бы сомнительное удовольствие да получается что интуитивно она чувствует что это фамилия ей не даст никакого взлета да то есть вот здесь как бы ну получается что не особо кроме того но с его стороны да действительно продолжается он здесь как он ее продолжает любить когда она сближается да с ним вот с полной фамилии его он цепляется на ее личность видите его душевное побуждение ее личность то есть контакт у них еще есть но она сама по себе становится не так ресурсной у нее часть ресурса утрачивается вот поэтому интуитивно мы часто бывает так вот ко мне на консультацию часто приходят и говорят вот я не хочу брать фамилию мужа мы смотрим и там действительно вот та же самая картина что женщина теряет часть своего ресурса или там у нее появляется много кармических историй то есть вот это все надо смотреть вот если вы собираетесь замуж особенно вам надо обязательно вот это посмотреть что произойдет потому что но если там можно всегда найти варианты когда ты знаешь о чем речь у меня даже доходило до того что ну я никогда не говорила но у меня первый брак и я вышла я выходила замуж я просто любила до безумия человека вот просто вот знаете у меня такая любовь была как только я взяла его фамилию буквально вот даже знаете мне кажется что я помню тот день когда я проснулась посмотрела и думаю боже что я в нем нашла то есть а потом уже когда я стала заниматься нумерологии я посмотрела у меня вся вот эта любовь она куда-то бах и исчезла вот просто понимаете это это фантастика и это интуитивно когда ты вдруг чувствуешь что любовь прошла ну как бы вопросов много возникает да здесь к такого конечно не происходит но и происходит немножечко другое да в плане ресурса вот это тоже очень важный момент потому что мы это чувствуем теперь давайте посмотрим разные варианты ее там написание там с его фамилии да вот вот он вот он еще раз да значит вот упрощенный его вариант а здесь вот шакира с двойным именем но с одинарной его фамилии и шакира с одинарным именем и с одинарной его фамилии и мы видим что в данном случае у нас ну вот вот в этом случае это просто атас получается вот здесь она будет просто страдали цей в личном плане но мы видим что здесь два кармических числа здесь одно кармическое число причем они оба но как бы не очень хорошие здесь добавляется проблема в личной жизни она эти проблемы притягивает плюс ограничения свободы здесь появляются проблемы в самостоятельности инфантильность она притягивает вот инфантильных людей там еще что то ну то есть она либо берет на себя слишком много ответственности либо наоборот прикидывается там какой-то беззащитной беспомощной получает проблемы ну то есть вот много много неприятных моментов она себя получает с его фамилии и вот получается смотрите вот везде есть какая-то проблема да но естественно естественно она интуитивно чувствовала что эта фамилия ей просто не нужно кроме того обратите внимание ведь у нее душевное побуждение теряется вот связь с ним да вот он может подыгрывает вот этой 11 под троечку да но опять ему по новой придется что получается ему подыгрывать под 16 до быть каким-нибудь таким этим сердцеедом кого знаю не хочу кого хочу не знаю но в общем то он он и подыграл как мы знаем действительно то есть когда женщина выходит замуж в плане фамилии надо внимательно смотреть разбирать вот эту вот историю потому что здесь шакира интуитивно старалась вот этот барьер сдерживать но все равно хочешь не хочешь когда ты живешь в партнерстве с мужчиной ты все равно ну частично хотя бы берешь его вибрации да даже если не выходишь за него замуж но вот здесь вот конечно я бы сказала что надо периодически чувствовать ну вот знаете как даже если ты не выходишь замуж и не берешь его фамилию но ты знаешь что это тебе не подходит надо периодически вот как-то я не знаю какое-то свободное время себе уделять и чувствовать себя вот в вибрациях своих девичьих фамилий в своей вот той фамилии в которой ты родилась как вот то как ты себя ощущала до того как встретила своего мужчину да вот периодически надо мысленно в это состояние возвращаться вот но это так психологически просто вот для того чтобы вот эти вибрации на себя не брать потому что в любом случае получается что когда они живут вместе шакира берет его фамилию и его вибрации да вот замечательная фотография их малышей вообще просто великолепная пара я в я в восторге просто от них действительно встретились полюбили друг друга это так здорово так замечательно но давайте еще буквально пару слов по формуле души смотрите вот шакира вообще необыкновенно целеустремленный человеку такой большой центр да у нее еще дополнительные два центра но вот этот центр просто знаете такой двигатель классный двигатель здесь есть все для того чтобы достигать чего-то вот пожалуйста узел смотрит на венеру что говорит о том что она действительно сейчас но она вообще в принципе выбрала профессию которая ей подходит на венера это петь танцевать радоваться жизни вот наслаждаться жизнью но венера это вот удовольствие от от жизни до творчества модельером могла бы быть ну то есть вот но и все испытания у нее на венеру как раз получается вот у нее ну вот с ним не очень да сейчас итог хотя в общем то почему не очень них два замечательных ребенка и все такое да значит и вот в плане партнерства все-таки я могу об этом бесконечно рассказывать но давайте разберемся в партнерстве а у нее нет вообще орбиты марса то есть перед нами человек очень самостоятельный самодостаточный ей партнер в общем то особо и не нужен нет такого что вот я такого хочу нос и но с перламутровыми пуговицами она ну если ей это удобно да если она там влюбилась то в общем то она будет жить любым партнером теперь давайте посмотрим на пике какие же у него предпочтения в женщинах да вот какую женщину он полюбит и вообще а это смотрится у мужчин на орбите венеры а и здесь мы видим две планеты меркурий и солнышко что мы видим у шакиры солнышко в центре то есть она действительно является той женщиной которая которую ищет пике а и меркурий тоже у нее на своей орбите это же наделен еще дополнительной силой то есть хорошо проявлен это значит хорошо подвешенный язык интеллектуальные такие вещи и пятерочка кстати вот этот меркурий он как раз и чтец и жнецы на дудей и грец много информации вот это вот как как раз про меркурий да она действительно является женщиной его мечты и даже более того понимаете у нее уже кроме этих двух планет у нее видите в центрах сколько планет то есть она для него просто вы знаете вот кладезь женщины и вообще когда например в партнерстве тоже интересный момент если у мужчины вот эти вот планеты он не встречает у своей женщины вот этих вибраций то возможно что его ждет еще один брак он должен попробовать еще а здесь получается что пике он сразу видит вот в этой в шакире он видит сразу свой идеал и ему не надо больше никого искать надо то есть получается в общем то вполне идеальная пара да и вообще прям все замечательно все классно поэтому но что поделать все таки видите как итог не очень хорош но еще не не вечер как говорится да и у шакиры сейчас как раз идет период трансформации видите вот ретро плутон но одна из двух ретро планет у нее это сатурн и плутон да вот и сейчас как раз идет период плутона довольно сложный период она сейчас проходит трансформацию но что поделать мы все это проходим пожелаем ей удачи чтобы все у нее было хорошо я заглянула еще в одни ее отношения из которых она выпрыгнула в объятия пике да перед этим у нее были отношения вот с этим человеком он в общем то и сделал из нее звезду в свое время да это был ее концертный директор адвокат как его антонио деларуа это сын бывшего президента аргентины по моему да не помню в общем тоже непростой парень ну и что мы здесь видим вот пожалуйста он и жизненный путь у него 13 да это трудоголик просто бешеный либо либо вот кстати 13 может быть уклон в другую сторону вот он там трудоголик трудоголик а потом вот просто его переклинивает он понимает что он трудись не трудись все равно и только один он просто ложится на диван да он внутри очень сильно по этому поводу переживает занимается самоедством но может быть жутким лентяем вот 13 это либо так либо так то есть 3 среднего не дано 13 это вот с трудом у него какая-то неприятная история вот эта ложка дегтя у него до экспрессия шестерка манипулятор душевное побуждение пятерка да вот то что он ищет в женщинах в шакире он действительно нашел да вот вот пятерка хоть она и кармическая все равно пятерка да то есть он в ней нашел идеал личность единичка самостоятельный самодостаточный в этом они похожи с шакирой до день рождения семерка копает никак не не выкопает очень глубоко да но не буду все цифры расшифровывать потому что это долго и никому не надо то есть перед нами человек трудоголик и в общем то он любил шакиру очень ну вот получается ну вот вот на по пятерке да что касается шакиры ну вот все ее вибра ну вот все ее душевное побуждение давайте смотреть троечка у него троечки нету дальше девяточка вот когда она берет а это я уже поставила и ее так фамилии вернее его фамилии ей ей и получается когда она с ним сближается здесь девяточка здесь а нет подождите миробак хочу миробак стоп шакира миробак а да она же миробак это ее девичья фамилия здесь у нас девяточка девяточки у него нету да дальше когда она берет фамилию деларуа девяточка у него тоже нет девяточки то есть получается в общем-то с ее стороны особой любви там не было то есть ну вот вот так вот он ее до любил она его не очень ну как бы вот вот такие отношения но и она вообще в принципе вот в отношениях как мы видели по формуле души ей особо не нужно примуты влюбляться там еще что-то вот она это это удобно ей она будет в отношениях если ей это неудобно она из этих отношений выйдет безболезненно вот такая она более свободная что касается его то смотрите вот здесь вот конечно кого знаю не хочу кого хочу не знаю смотрите сколько планет у него на этой орбите и марс и сатурн и луна и этот нептун целых четыре планеты то есть у него к женщине сразу четыре важных пункта которые она должна удовлетворить давайте посмотрим удовлетворила ли шакира его запросы у нас этот так давайте посмотрим значит марс в центре да ну и она вообще в принципе как марс себя позиционирует до сатурн пожалуйста тоже в центре луна тоже в центре и нептун на орбите венеры то есть как женщина она себя показывает как нептун да такая дурманящая но вот получается что она по сути удовлетворяла все его запросы в плане вот идеальной женщины что касается его то видимо было так удобно да и сейчас вот это кажется убирает да здесь ее девичьи вибрации я убрала и что мы видим еще дэлоруа шакира дэлоруа так значит что то что то что то и смотрите вот у нее везде троечка душевное побуждение то есть она вот для нее творчество это выше всего мужчина не мужчина вот это человек который прям четко нацелен на то чтобы творчески себя реализовать но в общем то ее предназначение как раз вот эта творческая реализация поэтому она прям четко знает чего хочет и четко к этому движется вот пожалуйста ну я надеюсь что мы приоткрыли завесу тайны касаемо вообще отношений шакиры да с мужчинами да и действительно вот спики она встретила человека с которым больше связи нежели с предыдущим мужчины вот для чего я в общем то и посмотрела ее предыдущие отношения чтобы понять вообще что насколько там было серьезно да вот бывает так что действительно но если бы она бросила человека с которым вот прямо их связывала судьба да вот прям то можно сказать что прилетел бумеранг нет я не скажу что здесь бумеранг или там какие-то наказания тут действительно все вот как в нумерологии формуле души предсказано да так все и проигралась единственное что вот в этих отношениях я бы все-таки ну я вижу еще перспективу вот что я хочу сказать они все-таки очень хорошо друг другу подходят и мне почему-то кажется что со временем они одумаются и сойдутся ну они прекрасная пара и в общем то я бы очень хотела чтобы у них все было хорошо особенно учитывая что у них двое деток но посмотрим посмотрим как будут развиваться события ну вот вот так вот мой взгляд такой напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете насколько ну вот совпадает ваши ощущения с тем что я рассказала да если вам интересно разобраться в своей паре пожалуйста можно ко мне обратиться за консультацией можно самим в этом разобраться вот и нумерологии формула души под видео есть ссылочки проходите там если будут сложности с оплатой пишите там почта есть светлана тире тире 2009 собака mail.ru пожалуйста я скину еще реквизиты если интересно вот по 990 рублей там вот эти мини курсы но они действительно вам помогут разобраться самим в этом и даже может быть если захотите будете в этом плане и консультировать своих друзей там для начала потом уже и брать клиента но в общем смотрите сами если интересно обращайтесь если есть что сказать по этой паре пожалуйста скажите в комментариях потому что ну вот я как-то беру тему разбираю там узнаю что-то о людях может я чего-то не знаю интересненькое напишите мне в комментарии а я с вами на сегодня прощаюсь желаю вам хорошего дня люблю вас всех очень сильно пока пока